Ну и более подробно эту тему обсудим с Александром Мережко, это глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Рады приветствовать вас, Александр, здравствуйте. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Вам спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Ну что ж, глобальный саммит мира, инициатива президента Зеленского. Почему именно в Швейцарии и насколько это мощный сигнал миру в целом о проведении данного саммита? Ну, с точки зрения политической, исторической, мне кажется, это вполне обоснованно. Вот такое место проведения для глобального саммита мира. Ну, я хочу напомнить, что Швейцария связана с Лигой Наций, с некоторыми учреждениями Организации Объединенных Наций. Швейцария обладает достаточно высоким авторитетом, считается таким центром международной политики. Кроме того, Швейцария ассоциируется, например, с именем выдающегося гуманиста Анри Дюнана, одного из создателей Международного комитета Красного Креста и движения Красного Креста. Швейцария ассоциируется с идеей нейтралитета. То есть это вот как раз наиболее удобная площадка для проведения такого саммита, глобального саммита мира. Также стоит отметить и пункты, которые, 10 пунктов в этом, и в формуле мира в целом. Напомнить даже больше, да? Да, да, это напомнить. И там, к чему я это веду? Очень много моментов, которые в принципе зависят только от решения России. Например, деоккупация Запорожской атомной электростанции. Это я образно говоря, не юридическим термином, юридически намного сложнее. Ядерная безопасность. Но ведь уже было много проголосованной резолюции. Много было решений принято на уровне европейских чиновников, чтобы Российская Федерация вышла из Запорожской атомной электростанции, дабы обеспечить безопасность данного объекта, ядерного объекта. И Российская Федерация это впрямую просто игнорирует. Существуют ли рычаги влияния сегодня и благодаря этой международной площадке, для того, чтобы Россию заставить все-таки пойти на условия, которые прописаны в этой формуле мира? Безусловно, по своей воле Россия вряд ли согласится на реализацию 10 пунктов формулы мира президента Зеленского. В частности, те, которые вы назвали. Но дело в том, что Россия, Путин, они все-таки боятся оказаться в полном одиночестве. Они боятся оказаться в статусе полного изгоя в международном сообществе. Поэтому многое зависит все-таки от принуждения и давления со стороны мирового сообщества. Поэтому необходимо консолидировать, мобилизовать все государства мира и оказывать давление на Россию, для того, чтобы пункт за пунктом вот эта формула была имплементирована, была полностью реализована. Потому что, опять-таки, это не только об Украине. Здесь речь идет о будущем всего человечества. Здесь речь идет о глобальной безопасности. Именно поэтому необходимо собраться вместе и мобилизировать все силы, все усилия, направить их на то, чтобы вынудить Россию реализовать все пункты этой формулы мира. Существуют ли рычаги влияния и желают ли международные партнеры в целом заставить Российскую Федерацию все это выполнить, понимая, что существуют среди европейского сообщества те чиновники, те лидеры, которые, ну, мягко говоря, подыгрывают Путину и делают вид нейтралитета, нейтральности? Такие рычаги, безусловно, существуют. Я бы сказал так, что есть видимые рычаги, которые используются, мы видим, есть невидимые рычаги, вот тот так называемый back channel, если использовать дипломатическую терминологию. Главное здесь состоит в том, что Россия понимает, что выжить экономически, по крайней мере, и политически в состоянии полной изоляции это нереально, невозможно. Поэтому вот те рычаги, о которых мы говорим, это усиление санкционного давления, это изоляция политическая, дипломатическая изоляция России, это борьба с различными механизмами обхода первичных санкций, введение так называемых вторичных санкций, как раз вот с этой целью. Вот все это те рычаги, которые используют. Речь идет также о том, чтобы усиливать санкционное давление, усиливать использование самых разнообразных рычагов. Тут же важно отметить, что речь идет не только о европейских странах, тут и речь идет и о странах других континентов, которые примут участие. Я не знаю, мы можем там действительно, как сказал президент Владимир Зеленский, все страны, которые поддерживают суверенитет, независимость Украины, и которые осуждают агрессию. Но есть еще ряд стран, которые все-таки необходимы Украине. Давайте мы реалисты с вами, Александр, и всегда вам благодарны за участие в нашем экифире. Которые необходимы все-таки, чтобы тоже присоединились к такому саммиту. Это важно. В частности, мы говорим о Китае, Иране, я прошу прощения, Индии, потому что много сегодня говорим об Иране, и тут, наверное, не зря я сейчас вспомнила в этом контексте Иран. Есть ряд стран, которые хотелось бы, чтобы они все-таки принимали участие. Я понимаю, что глобальный юг – это такое сборное понятие, но так там же и латинские страны, не знаю, кто из них готов будет принимать участие. Но я думаю, что Аргентина, судя по всему. Но эти страны тоже важны, часть африканского континента. Вот тут очень много работы, насколько я понимаю, еще до самого саммита, будет проводиться как раз с рядом этих стран. Потому что Европа, понятно, будет присутствовать там. Орбан, я думаю, что с ним вопрос все решат. Но вот есть страны, которые все-таки необходимо, чтобы принимали участие. Какие страны, по вашему мнению, и все-таки какова работа в дипломатическом направлении должна здесь вести со стороны Украины? Да, совершенно верно. Необходимо широкое представительство государств, которые… Такая репрезентативность, если можно так выразиться. То есть государств, которые представляют различные регионы и различные культуры. Это очень важно. Но мы здесь наблюдаем определенную позитивную динамику. Если проследить, как было проведено 4 встречи, связанных с обсуждением формулы мира, в прошлый раз было 60 государств. На сегодняшний день это 81 государство, международная организация. Причем стоит обратить внимание на то, что увеличилось число представителей глобального юга. На сегодняшний день практически все регионы представлены. Безусловно, необходимо бороться. Но здесь, знаете, за то, чтобы, например, Индия, Китай тоже, как наиболее многочисленные государства, приняли участие. Но я уверен в том, что по мере того, как к имплементации формулы мира президента Зеленского будут присоединяться новые государства, Индия и Китай, они не захотят остаться в стороне. Они, в том числе, в частности, Китай. Китай побоится оказаться вне вот этого широкого исторического движения. Поэтому он будет вынужден присоединиться. Поэтому так важно нашей дипломатии наращивать усилия на пути присоединения, по крайней мере, большинства государств глобального юга. Мы знаем, что на сегодняшний день членами ООН являются 193 государства. На формуле, в имплементации формулы мира президента Зеленского уже принимает участие 81 государство и добавляется еще международная организация. То есть перспектива очень хорошая и необходимо продолжить работу, что, в общем-то, и делает и сам президент, и Министерство иностранных дел, и парламентская дипломатия тоже участвуют в этом процессе. Все-таки задам вам этот вопрос, потому что много информации собираем. Смотрите, министр иностранных дел Швейцарии Инья Циокасис что сказал? Тут речь как раз идет, я процитирую, контуры сами-то еще не ясны. Так сказал швейцарский министр, журналистам для пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 17 января 2024. Все зависит от того, какие влиятельные страны захотят в нем участвовать. Отвечая на вопрос, реально ли провести такую встречу в ближайшие несколько месяцев, он сказал, что для ее организации должна созреть военная ситуация. Первый аспект вот этого созреть военная ситуация, о чем идет речь, если мы можем с вами сейчас проанализировать. И так, и в кулуарах уже еще раз повторил, что мирной конференции, вот сейчас я цитирую дословно, достойно этого наименования, ведущих к прекращению боевых действий, без России не получится. Несмотря на охлаждение отношений с Москвой, после введения санкций, контакты с ней продолжаются. Это говорит швейцарский министр. Меня интересует вот этот момент, созреть военная ситуация. И все-таки, ну вот, я понимаю, что это не последнее сообщение и не последнее, скажем так, риторика в этом направлении. Но все же, я еще раз скажу, президент Украины что сказал? Что участие могут принять те страны, которые уважают суверенитет Украины. В данном контексте все-таки, как вы считаете, будут ли все-таки возникать какие-то такие коллизийные моменты в этом вопросе? И вот этот вот созреть военная ситуация, вам слово. Ну, многое, безусловно, зависит от содержания, например, мира, условия мира, зависит от ситуации на поле боя. То есть, огромное влияние, конечно, оказывает состояние сил, соотношение сил. Но на сегодняшний день мы видим то, что все-таки военная ситуация, она позитивно складывается для Украины. Почему? Потому что нам удалось освободить более около 50% той территории, которая была оккупирована Россией с момента полномасштабной агрессии. Это уже значительный успех. Мы видим, что ситуация с точки зрения военной, геополитической, складывается достаточно успешно в районе, в регионе Черного моря. То есть, мы это уже наблюдаем. Но поскольку речь идет о войне на истощение, так называемой war of attrition, то многое зависит от того, от способности нашего государства выстоять в этой борьбе. Для того, чтобы это произошло, необходима постоянная поддержка со стороны наших союзников и партнеров. И это уже происходит. Уже мы видим очень позитивные изменения в этом плане. Последний пример — это соглашение между Украиной и Великобританией о гарантиях безопасности. И заявление премьер-министра Великобритании о том, что Великобритания сделает все, чтобы помочь Украине выстоять. И таких соглашений будет все больше. Вот Франция готовится к тому, чтобы заключить такое же соглашение по вопросам безопасности с Украиной, другие государства. То есть ситуация политическая, стратегическая и на поле боя она складывается в пользу Украины. И, конечно, это приближает мир. И это содействует тому, чтобы вынудить, в конце концов, Россию пойти на уступки в плане того, чтобы просто восстановить международный правопорядок, вывести войска с территории Украины и выплатить необходимые репарации и компенсации за причиненный ущерб. Министр обороны России Шойгу заявлял о том, что так называемую СВО могут продолжать до 2026 года. Как минимум, он говорил, с полной уверенностью говоря, что хватит и денег, и ресурсов, и так далее. Что может повлиять, я не имею в виду сейчас силовое сопротивление и силы обороны Украины, а международные площадки, дипломатическое сопротивление, какое именно может повлиять на решение Путина и военного руководства Российской Федерации продолжать эту войну? Дело в том, что действительно нам необходимо быть готовым к тому, что война может продолжаться некоторое время, может быть, даже не один год. То есть психологически и военным отношениям надо быть к этому готовы, и мы уже к этому готовы. Здесь необходима поддержка со стороны наших союзников, это происходит. Но надо помнить еще и о том, что ситуация в той же России может совершенно неожиданно измениться в любой момент. Мы уже видим определенные признаки развала вот этой империи, вот то, что происходит в Башкортостане, недавние события, которые мы наблюдаем, восстание, которое имело место Пригожина не совсем давно, не так давно, все это как раз продемонстрировало слабость и, я бы сказал, даже гнилость вот того тоталитарного путинского режима, который сложился на сегодняшний день в России. То есть все может произойти совершенно неожиданно. И в истории, кстати говоря, знаете, как говорят политологи, «черный лебедь» есть понятие, да, вот совершенно неожиданно может произойти какое-то событие, которое приведет к изменению ситуации. Просто нам необходимо, скажем так, консолидироваться и дожить до вот этого события, когда в России начнутся внутренние процессы и изменения. То, что информационно сейчас работает пропаганда российская на все 100%, как же можно изменить внутренние процессы Российской Федерации и повлиять на людей, грубо говоря, чтобы им открыть глаза на правду, которая существует, если сейчас российская информационная составляющая — это такой себе большой вакуум? Да, совершенно верно. Российская пропаганда уже настолько промыла мозги населению, что мы с ужасом наблюдаем за результатами вот такого, знаете, исторического социального эксперимента. То есть здесь ситуация можно сравнить разве что с нацистской Германией. Это действительно так. Но дело в том, что в тоталитарном государстве в результате изменений, в результате дворцовых переворотов, революций ситуация опять-таки может радикально поменяться и настроение большинства населения тоже может поменяться. Потому что все-таки пропаганда, оказывая влияние на умы людей, она может, когда прекращает свое действие, то тут происходит обратный процесс. То есть это тоже, так сказать, важный фактор, который необходимо учитывать, безусловно. Но в то же время, если произойдут внутренние изменения, если, к примеру, предположим, Путина устранит российская элита от власти, то тогда настроения, вызванные пропагандой, они не будут иметь большого влияния. Спасибо вам большое, Александр, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Александр Мерешко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества. С нами был на прямой связи.